Выбор и оформление праздничной елки занимает важнейшее место в списке предновогодних дел. Поэтому мы решили рассказать о вариантах украшения главного атрибута Нового года. В современном мире разнообразие игрушек и других украшений таково, что глаза разбегаются. Однако большинство все же предпочитают вариант близкий к классическому. Исходя из того, что символ 2018 года – желтая собака, то украшать дом необходимо в желтых цветах. Это может быть шафран, горчичный, коричневый, песочный, золотой, оранжевый и другие оттенки. То же самое касается елочки. На следующий год вообще есть тенденция оформления елок в теплых тонах. То есть надо отдать предпочтение золотому цвету, красному, можно коричневому, оранжевому. То есть такая традиционная елка, она в принципе подойдет. В каждом веке елку украшали согласно эпохе. Прародителям лесной красавицы принято считать Германию. Именно там, в канун Рождества, столы были оформлены маленькими, украшенными деревцами. А при правлении Петра Первого эта необычная мода переехала к нам в Россию. С тех пор, с недолгими запретами и возобновлениями, елку стали наряжать каждый Новый год. Сначала это были свечи и звезда, украшающие верхушку хвойного дерева. Позже ель стали украшать восковыми игрушками, ватными, бумажными. А затем им на смену пришли стеклянные украшения. Была также традиция украшать дерево конфетами и карамельными яблоками. В 21 веке стало актуальным модернизировать старые традиции. Поэтому сейчас елку украшают в волю своего воображения. На новогоднем дереве присутствуют не только игрушки, но и гирлянды, мишура, бусы с лентами. Наряду с классическими деревьями людям нравится выбирать и необычные ели. У нас очень часто заказывают. Мы делаем какие-то оригинальные композиции. Мы делаем ели ручной работы. Опять же, вот из этой вот ели Нобелес. Они могут быть любой формы, любого размера. У нас были тут же кованые ели. То есть металлические. Они были с уж теми нитками. Очень интересные. Несмотря на рекомендации и модные тенденции, конечно, прежде всего стоит руководствоваться тем, что подскажет вам сердце. Ведь праздник настолько семейный и душевный, что главное вложить собственное тепло в каждую деталь. Разнообразие игрушек – стеклянные, керамические, деревянные, тканевые – просто поражает. Фантазии дизайнеров тоже. Остается только выбирать и творить чудеса своими руками. Помимо игрушек на елочку можно добавить и другие украшения. Шоколадки или конфеты, настоящие шишки или орехи, живые цветы. А в этом году появилась идея украшать елочку перьями, что добавляет воздушности, нежности и вводит в праздник ангельскую тему. Кроме елочки, к новогодним праздникам семьи оформляют свои дома мишурой, гирляндами, украшают окна, зеркала и готовят вкусные блюда. А в последние годы к нам пришла европейская традиция – венки, композиции и свечи. Композиции сейчас очень востребованы, так же, как и елки, в принципе. Потому что много кто хочет украсить свой дом к празднику, сделать его уютным, придать аромат елок живых. То есть здесь композиция делается из живой ели, пихта Нобелес. Она имеет аромат очень приятный, не сыпется, поэтому композиция очень долго сохраняется. В принципе, при надлежащем уходе даже до следующего года можно сохранить такую композицию. Поэтому дерзайте! Праздник уже не за горами, осталось только выбрать в повседневной суете время, чтобы превратить свой дом в собственный волшебный мир, полный чудес. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова